Вибары, вибары, кандидаты хидры, хыч-хыч, как сальбабах, пучкули, вива разумисто, вива, вива разумисто, короче, решил запилить аналитику про выборы, ёпты, сам вообще не хотел, но крестьяне слезно умоляли, так сказать, поэтому батя, батя решил уважить крестьян, Ух ты, ёпта, так, крестьян, сейчас уважим, короче, выборы, да, предстоящие буквально через, можно сказать, сутки, выборы Путина, так сказать, да-да, не удивляйтесь, именно так, кто не понял шутки, повторите шутку в уме, выборы Путина, понимаете, выборы Путина, вот, короче, крестьяне, выборы Путина пройдут, Как полагается, ёпты, всё пройдёт по плану, по плану Кукулсклана, короче, Путин наберёт порядка 70%, вот, потому что для, так сказать, того, чтобы Путин был уверен в себе и уверенно выступал на публике, ему нужно, так сказать, знать, что у него типа большая поддержка в населении, вот, поэтому её не будет, там, 52%, 56%, 58%, это мало. От 65% до 74%, скорее всего, от 69% до 72% победы Путина. Вот, короче, никаких конкурентов у Путина нету, потому что конкурентов заранее ещё на подлёте, очень сильно на дальних рубежах, мочат в сортире, хыч-хыч, как саль-баба, Так, ваш здоровье, господа зумистые. Вот, например, Немцов, да, его как в усмешку пристрелили просто, блядь, в двух шагах от Кремля, понимаете? Хотя Немцов, конечно, не был никаким реальным кандидатом, но он был влиятельным политиком и, как в насмешку, просто в двух шагах у Кремля пристрелили. Навальный, вот, реальный, единственный реальный кандидат, ну, я не имею в виду Путина, да, а среди других. То есть, что сделали с Навальным? Судили, мудили, теперь нельзя ему на выборах учитывать, хотя по Конституции человек, если он не в тюрьме, имеет право избираться. Нельзя, по Конституции нельзя, они там придумали какие-то законы, короче, фуфло втирают. Не единственный, реальный конкурент Навальный, растоптали, знаете, реально конкурентов нету. Кто? Кто конкуренты Путина? Ну, клоуны какие-то, да? Жириновский, еще в 90-х я в школе учился, знаете, что учитель искала? Не скажу, по какому предмету, а то еще расстреляют ее хыч-хыч. Жириновский, говорит, клоун, представляете, еще в 90-х уже раскусили. Женщина-учитель сказала, Жириновский клоун. Вот, он тогда уже был популярным. Зюганов отошел уже от дела, 70 лет, ебта, или больше ему отдал пост. Грудинин какой-то нарисовался. Ни одного интервью с ним не посмотрел, внешне знаю, как выглядит. Большой для него пиар шел, меня умоляли сделать для него аналитику, но деньги не заплатили. Вот, что за чувак вообще? Какой ты, блядь, не, да, руководитель, блядь, колхоза какого-то подмосковного там Путилича. Путилича. Этот какого? Раньше называли в Савке глава администрации. Председатель его, председатель. Ну, типа мэр в современной должности. Кстати, в России нет выборов мэра, представляете? Вы только вдумайтесь. Народ за кого держит? Выборов мэра нету. Ну, только есть в Москве еще в некоторых городах. В других городах выбора вы не можете выбрать своего мэра. Ну, он вообще же ничего не дает. Ну, в пиздецких выборах, сами понимаете, что происходит. Выборов мэра нету. Губернаторские вроде, вначале их тоже отменили. Сейчас вроде как возродили, точно не знаю. Ну, там тоже, глядь, всех конкурентов замочат, нахуй. Только будет полная единая Россия. Мэр Ярославля. Забуглите, кто не знает, что. Кто такой народный мэр Ярославля и что с ним стало? Забуглите. Короче, конкурентов нету. Грудинину. Чувак похож на чувака из Совка. 70-х, 50-х годов. Еще он немножко под Сталину косит. На Мимино он похож, кто смотрел. Ну, не сам Мимино, Мимино, который грузин, а вот летчик, который с Мимино. Или он Мимино. Я уж не помню, я Мимино это смотрел. Галину и Ламну хочу. Короче, какой-то чувак вообще. То есть, современной России не нужны, блядь, чуваки из, блядь, пещерного века, понимаете? Ну, дальше что там? Собчак, ну это пиздец вообще. Выбить ее, конечно, нормально, ссылка. Но, епта-президентом это просто смешно, епта-понимаете? Куда женщину? Женщина, иди пельмени готовь. Епта-пока, какая женщина, тем более в управлении такой страной, как Россия. Многонациональный, сложный. Тут слабачкам не место, нахуй. Тут только труп пацанчики, епта, сгодятся. Хыч-хыч. Как с Альбабар. Ну, кто там еще? Меня уж не помнит. Ну, Нерлинский, там не пойми ничего. Навальный единственный реальный конкурент убрали. Блядь, кстати, все вы знаете, что Навальный, обо мне у себя в блоге, написал. Где, типа, написал, что мне Кремль должен был предложить 50 тысяч рублей, чтобы я на Навального разгромную аналитику запилил. Я так скажу. Во-первых, денег мне никто в итоге не предложил, хотя я, сука, ждал. Я думаю, это реальная информация, но мне, блядь, никто денег не предложил. Во-вторых, я за Навального. И, блядь, за жалкие 50 тысяч я бы его не предал, нахуй. Я думаю, за 150 тысяч я бы его тоже не предал, но запилил бы аналитику. Но за 50 тысяч это... Хыыы, ёпта, бля. Он на мост вае политический интерес так дешево не подает. Хе-хе, улыбочку. А он... Навальный... Да, у тебя тяжелая судьба. Кстати, Навальный похож на Ельцина. И визуально, и в политическом плане. Ну, главное, чтобы Навального не убили. Хотя, это не главное. Дальше что? Сам я на выборы не пойду. Спектакль постановочный. Все там, как я сказал в начале, будет у Путина. Там, порядка 70%. Конкурентов, как я сказал, мочит в сортире. Нет, конкурентов реальных. Не клоунов, а реальных конкурентов. Не потому, что в России, блядь, людей там нет умных. Есть. Но, блядь... Конкурентов мочит, нахуй. Ну, дальше что? Анекдот, бля, придумал на тему выборов. Лупа и Пупа пошли на выборы. Лупа проголосовала за Пупу. Ааа, Пупа! За Лупу! Ну, вот. Дальше что? Ну, короче, там... Пирожками буду завлекать, как обычно. Песнями, плясками, ну, это все, пиздец, смешно. Среди молодежи разыгрывают какие-то билеты, блядь, на какие-то концерты там. Смех. Делают вид, для чего это нужно. Привлечь максимальное количество овощей, так сказать. Типа меня. А я все равно не пойду за пирожки даже. Сколько батю пирожками не зови, бойцом не пойдет, еблядь. Ну, вот. А для чего это сделано? Для типа легитимности. Объясняю. Смотрите, какой ситуейшн. Придет 30%, да? На выборы. На штаб. Всегда фидунуть. Ну, бля, Путин и так победит, нахуй, тим. Бесполезно. Непреодолимая сила, понимаете? Вот. И придет 30%. И потом оппоненты, да? Оппозиции будут говорить. Путин нелегитимный. 30% пришло, там 50 или 60% за него. То есть, за него там 15% населения. Он нелегитимен. Ну, а чтобы создать видимость легитимности, хотят делать больше явку. Конечно, явку можно было бы нарисовать, но куча независимых СМИ увидят, что реально никто, блядь, не пришел. Понимаете? С этим нельзя будет бороться. США, кстати, в пиаре этого помогут. То есть, везде будут писать, что явки нету. Вот, блядь, стояли люди, считали. Понимаете, счетоводы. Вся надежда, кстати. Ну, надежды никакой, но тем не менее. На независимых наблюдателей. Но надежды никакой, потому что на тех выборах или думских, помните, как учительницы, блядь, там выбрасывали стопки листов. А что было, блядь? Тихуня им не было. Они все хуйня, они вообще плохо. Могли бы нарисовать явку, но ее так. Потому что, блядь, видно будет, 3 человека придет в здание школы, да? Она пишет 99% пришли, как в Савке, 99% голосовали. Выборы, как в Савке, в Савке тоже были выборы. Хотя, вы не поверите. И все смеялись над ними. Вот, 99% голосовая. Кстати, по одной из версий, Савок специально разрушили, чтобы ввести частную собственность. Потому что, мажорам было невыгодно жить в Савке, в котором нет частной собственности, нет импорта. Им невыгодно было. Им сверху разместить, не зублять. Это был спектакль тоже. Типа, ну вот, там что-то захотел бы я. Народ нихуя не хотел. Да и надо, до народа похуй абсолютно. Просто, чтобы ввести частную собственность. Импорт и импорт. Завладеть ресурсами и больше жрать. При Савке невозможно было иметь, блядь, завод, нахуй. Можно было только черную Волгу иметь, и все. Самые знаменитые люди могли иметь Мерседес. Высоцкий, у него был Мерседес СЛ-класса. Ну и другие, Гагарина, бля. Почему убили Гагарина? И был ли Гагарин первым человеком, не слетавшим в космос, а вернувшимся живым? Слышку. Поэтому, чуваки, для этого все это и делают. Ну, это привлечение на выборы. Билетики разыгрывают, картошечки, пирожки. Чтобы, типа, много народу пришло, типа, все выбрали Путина. 70%. Ну, Путин сейчас что может делать? У него, типа, второй срок, да, они же хитро придумали. Идя, два срока подряд. Через один, сколько угодно. То есть, даже в Великой Америке, нахуй. Он, Обама. Два срока и гуляй, чувачок. Не так. Бурж, младший. Два срока и гуляй. Вот Трамп сейчас непонятно. Будем сказать все два срока. И гуляй. Не, не. Только у нас бы. Времена Брежнева, епта, и Сталина. Вот. Что еще можно сказать? Шесть лет сделали, бля. Вначале сделали, что, два срока подряд? Поправочку. А потом шесть лет, нахуй. Давайте, бля, сделаем десять лет. Хули, шесть лет каких-то. Путину еще сорок лет надо, чтобы навести порядок, епта. Двадцать лет мало. Хочу-хочу. А сменяемость необходима. Почему? Потому что люди же стареют, у них старомодные взгляды. Когда приходят более новые политики, они более, блядь, ну, подкованы технически. Более мозг шевелится. Понимаете? Взять Навального, он современный человек, он вообще блогер, блогер, он там все разбирается. Ну, и Медведев тоже, он, кстати, был более такой, да, там, Apple, там, со Стивом Джобсом, епта, и так далее. Вот, блядь, вот для этого нужна смена поколения. А когда человек один, там, 80 лет, он уже там мыслит категориями средневековья, блядь, ну, прогресса не будет, нахуй, блядь. Сейчас вот скандал с Британией, с Крепаля убили. Аням Шеврога как не умер. Под выборы. Но это Путину никак не поднаслет. Путин сейчас постоянно интервью дает, постоянно салют. На РБК захожу там, Путин, Путин. Это специально, это деньги платят, это не просто так статья. Деньги платят из бюджета. Путин сказал, там, в Нордойсте хотели заложников на Красную площадь везти, там, расстреливать. А вот по Геббельсу, епта. Чем страшнее лошадь, тем охотнее в нее верят. Ну, это мое предположение. Сейчас можно чего-то насочинять. Террористы этого уже не опровергнут. Вот. Ну ладно, короче, такая аналитика. Ставьте лайк, улыбочку. Лайк на трансуху, донат в копилку. А пути не путем. Основной тем раскрыл. Остальное не имеет значения. Покет в ее... 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 Продолжение следует...